Музыка В прошлой серии мы начали рассказ о грузовиках, молотонажниках и спецтехнике на базе Volkswagen Transporter Начали мы его с очень интересной и достаточно редкой в наших краях модели Pritcher Транспортер Pritcher 4Motion – это действительно редкий для нашей страны вариант шасси Транспортер бортовой платформы и двойной кабиной, к тому же он оснащен полным приводом Подвеска в данном случае конвейерная, то есть без дополнительного внедорожного комплекта Кузов, шасси с двойной кабиной и грузовой платформой – число мест 6 Двигатель 2,5 литра TDI, 131 л.с. Пятицилиндровый рядный турбодизель с непосредственным впрыском, промежуточным охладителем, топливной системой с пьезонасос-форсунками, шестереночным приводом ГРМ Коробка передач ручная шестиступенчатая, привод полный, так называемый 4Motion с много дисковой муфтой Haldex с электронным управлением Автомобиль на меня, как на любителя езды по медленному бездорожью, произвел хорошее впечатление Pritcher показал, что прекрасно себя чувствует как на асфальте в городе, так и на пересеченной местности где-нибудь в деревне В общем, вполне себе многофункциональный молотонажник, извините за игру слов Начну с того, что собираясь на съемку, я был абсолютно уверен в том, что грузовичок мы успешно засадим в поле, причем в самом начале тест-драйва Поэтому мы припрятали в кустах внедорожник и взяли трос Как же глубоко я заблуждался Pritcher спокойно форсировал заснеженное поле, причем снег был весенний и тяжелый, сам уж на есть труднопроходимый И это учитывая то, что блокировку я включил не с самого начала, у вас блокировка он просто летал А теперь представьте, что будет с этой машиной, если сюда добавить еще пониженную передачу и блокировку всех колес Порадовал аппарат и на дорогах общего пользования, но это, собственно, не было неожиданностью Нам же приходилось иметь дело с транспортерами пассажирскими, мультивенами и даже с Калифорнией Все они держат дорогу отменной, несмотря на приличный клиренс То же самое скажем и у Pritcher, несмотря на сомнения по поводу того, что приподнятый по сравнению с братьями внедорожный крузовичок будет козлить Растаяли мгновенно Вот такой вот экзотичный автомобильчик Ну и все это было, так сказать, экзотика А сейчас мы поговорим о модификации более привычным нашему глазу О цельнометаллических фургонах В зависимости от длины базы и высоты крыши Volkswagen Transporter может иметь грузоподъемность от 800 кг до 400 тонн И может иметь разный объем кузова Объем может варьироваться от 5,8 кубометров до 9,3 кубометров Это как раз вариант, что называется, самой высокой крыши А мы сейчас можем замерить, кстати говоря, высоту Высота составляет метр девяносто И это при ширине метр семьдесят И при длине, как мне кажется, два девяносто Точно так и есть Мы имеем самый большой объем 9,3 В зависимости от модификации кузова Цельсообразно ставить ту или иную компоновку дверей Скажем, можете поставить вторую сдвижную Что мне нравится в этом кузове? Ну, во-первых, то, что здесь есть три выключателя света То есть хорошо будет освещено даже в темное время суток Все пространство И в зависимости от того, какова комплектация Вы можете иметь вплоть до 10 такелажных петель Которые помогают закреплять груз Естественно, все двери открываются изнутри Что облегчает процесс погрузки и разгрузки Совершенно очевидно, что у рачительных немцев не пропадет ничто Даже пространство, которое они использовали под полочку И в качестве опции я очень рекомендую вот такую форточку Которая облегчает обзор Непонятно только, зачем она сдвижная Как будто бы здесь, в грузовом отсеке, могут ездить люди Для того, чтобы общаться Отпустите меня, пожалуйста Плюсом транспортера стоит отнести небольшую погрузочную высоту Около 60 сантиметров примерно Еще к плюсам стоит отнести то, что задние двери распашные открываются Очень широко, на 250 градусов То есть удобно подгонять машину под погрузку у пандуса Более того, двери фиксируются специальными магнитами То есть даже при сильном порыве ветра дверь не откроется Радуют также задние фонари, расположенные достаточно высоко Для того, чтобы их не задели при погрузке И задний бампер, который также дополнительно защищает эти фонари И, конечно, парктроник Вот за парктроник отдельное гигантское спасибо Потому что пилотировать этот болид задним входом бывает очень сложно Особенно, когда подгоняешь под подгрузку А еще в качестве лирического отступления Эта машина может радовать детей Я вчера наблюдал, как три девчонки возраста, наверное, лет 9-10 Использовали ее в качестве кривого зеркала И очень смеялись Ну, а теперь, что касается кабины Очень удобная ступенька Черно свойственная всем Volkswagen-транспортерам Большое количество кармашков, куда можно положить, скажем, мою любимую рулетку Возможность комфортно устроиться водителю Потому что сидение регулируется как по наклону спинки Так и по расстоянию до руля Кстати, и сама рулевая колонка, сам руль Тоже регулируется в двух плоскостях Но я, к сожалению, не нашел регулировки сидения водителя по высоте Что, в общем, может быть минусом для человека достаточно рослого По поводу сидений хочется сказать еще, что нормальных полноценных трех мест в кабине нет И не может быть по определению Средняя сидушка рассчитана либо на гнома, либо на ребенка Более того, сидящий на этом месте пассажир Будет мешать настройке радио или переключению коротки передач Грузовая отсека Volkswagen Transporter Kasten, а именно так и называется эта модель Не только объемен, он еще и правильно освещен Казалось бы, такая важная вещь – хорошее освещение Но почему-то не все производители уделяют этому достаточного внимания Как и все кузовные модели Kasten выпускаются во многих модификациях Объем грузовного отсека составляет от 5,8 до 9,3 кубометров В зависимости от длины колесной базы и высоты крыши Грузоподъем с автомобиля полторы тонны, а масса груза на прицеп может достигать 2,5 тонн Что, пожалуй, будет лучшим показателем в классе Благодаря почти прямоугольной форме грузовое пространство может использоваться достаточно эффективно При этом конструкция кузова обладает хорошей жесткостью Вариант транспортер Kasten с длинной базой и высокой крышей, которая оборудована стандартно высокими дверями Можно загружать действительно много Задние двери у него, как уже говорили, распашные И все другие модели серийно оснащаются задней откидной дверью Но распашные можно поставить как опцию Надо сказать, что грузовик, о котором мы говорим, относится к поколению обновленных Т5 Т5 плюс Kasten комплектуется шестью видами бензиновых и дизельных двигателей Разного объема и мощности, которые развивают в высокий крутящий момент В широком диапазоне оборотов отличаются достаточно высокой экономичностью Все двигатели оснащаются электронной противоугонной блокировкой транспонда Линейка дизельных двигателей включает варианты мощностью 84 л.с, 102 л.с, 140 л.с, 180 л.с, Каждая из которых доступна в России Новые двигатели TDI позволяют снизить расход топлива до 2 литров на 100 км, а выброс CO2 на 52 грамма на километр Все двигатели в версии для России соответствуют вступившему в силу стандарту Евро-4 Кроме того, в качестве опции в данном классе автомобилей впервые предлагается 7-ступенчатая репетизированная коробка передач DSG, которая также будет доступна в России Подвеска на автомобиле передняя и задняя независимая с телескопическими амортизаторами Впереди стойки McPherson, сзади стойка на укороченных винтовых пружинах Установлены передние и задние стабилизаторы, тормозная система гидравлическая, передние и задние тормозно-дисковые, СБС и отключаемые антипровогусовочные системы АСР Все это входит в стандартную комплектацию тестированного грузовика У дороги автомобиль ведет себя достаточно резво, но при этом рационально Современный мощный двигатель, который взрывает в высокий крутящий момент, задает достаточно потенциал активной безопасности при максимальной загрузке И позволяет водителю свободно реагировать на изменения ситуации Независимая подвеска обеспечивает стабильное положение кузова на дороге и позволяет проходить повороты по заданной траектории, причем иногда на более высокой скорости, чем хотелось бы В тормозной системе претензий нет Безопасность новых автомобилей дополнительно повышена благодаря включению в стандартную комплектацию Ассистента трогания на подъемах нового поколения комплекса ESP Plus Появлению новой функции стоп-сигнала, сигнализации экстренного торможения, а также новым, предлагаемым в качестве опции, системам активной безопасности Ну а стоить новый транспортер Custom должен от 1 миллиона 80 тысяч рублей Ну а теперь давайте поговорим о специальной технике на базе транспортеров Их достаточно много, мы же остановимся на трех из них, вернее, самых востребованных Один из ярчайших представителей специальной техники, куда уж специальнее, карета скорой помощи Машина строится на самой длинной базе с самой высокой крышей Делается машина здесь, у нас в России, но, что называется, комплектующая все из-за рубежа с меру по нитке В базе кислородный баллон со всеми разводками Есть разводки электричества на 12 вольт, на 220 Специальная вытяжка, которая работает как на подачу воздуха, так и на откачку воздуха Сюда можно повесить капельницы, размещается всевозможное, на полочках размещается всевозможное оборудование Ну вот, собственно говоря, импортные носилки и три сидения для трех человек Для врача и двух фельдшеров, наверное А вот еще один спецавтомобиль, он мне бросается в глаза и кажется абсолютно обычным Что интересно в этом и достоинство Но не самое главное, это машина-броневик Забронирован он по третьему типу защиты, то есть спокойно держит выстрелы из автомата Калашникова 5.45 и 7.62 Бронировка выполнена по принципу бронекапсулы То есть бронекапсула установлена внутриколесной базы с развесовкой по осям Начинается в подторпедном пространстве и заканчивается за задними колесными арками Получается эдакий болид в болиде И еще интересно то, что снаружи это обычный цельнометаллический фургон А внутри обстановка VIP мультивена Причем при аварии, даже в лобовом ударе, капсула не деформируется Люди остаются живы и здоровы Вот еще одна единица, о которой мы говорили, вернее мы говорили о похожем автомобиле Это машина для инвалидов Стоимость данного конкретного экземпляра 2 миллиона 174 тысячи рублей Ну, с одной стороны, конечно, не сказать, что это дико большие деньги А с другой стороны, для инвалида и даже для общества инвалидов Эти деньги фактически неприемлемые Жалко, жалко, что государство не готово поставлять Хотя бы по льготным ценам вот такие аппараты Представляете, насколько было бы удобно Потому что поставить такое же кресло, подобное, можно куда угодно Можно поставить, скажем, вот сюда Инвалид сидит себе в кресле, потом опускается Пересаживается в кресло-каталку и уезжает Просто, но дорого Последнюю модель транспортеров мы увидели на выставке Комтранс 2010 Которая прошла недавно в Москве Собственно, там же мы узнали о том, что линейка претерпела серьезные изменения Теперь вариант Т5GP или Т5С+, он начал активно заменять собой на рынке предшественникам Это касается не только транспортера, но и всех смежных модификаций Таких как Caravelle, Multivan и California Изменения коснулись прежде всего сердца транспортера и его двигателя Это четыре новых двигателя, принципиально новых по конструкции системы впрыска Common Rail Ну и, конечно, динамичный дизайн, характерный больше для легковых машин, а не для коммерческого транспорта Так что в самом ближайшем времени мы расскажем вам о новых измененных транспортерах Т5, Т5+, Стало быть, до новых встреч! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА